МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. Коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбор за нами. Проголосовать за территорию для благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды зареченцам помогают волонтеры. Мы жителям города не на пальцах рассказываем, а показываем иллюстрации. И каждый выбирает для себя объект, который хотели бы, чтобы в нашем городе благоустроили. Такие странные отцовские чувства. Зареченский суд вынес приговор гражданину, укравшему телефон у несовершеннолетней дочери. Забирает под предлогом у девочки телефон, который мама подарила ей, чтобы дочку не терять, и уходит продавать данный телефон. Курс молодого бойца. В Заречном стартовали традиционные военные сборы для десятиклассников. Эти пять дней дадут очень многое. Во-первых, ребята научатся дружить, поймут, что такое вооруженные силы, поймут азы вооруженных сил. И теперь обо всем подробнее. Меньше недели осталось у зареченцев, чтобы выбрать территорию для благоустройства в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомню, голосование продлится до 30 мая на общероссийской интернет-платформе. Горожане могут обратиться за помощью к волонтерам. Добровольцы дежурят в специальных пунктах, организованных в торговом центре «Соломка», Дворце культуры «Современник», Центральной городской библиотеке, многофункциональном центре. Проголосовать может любой житель города Заречного, который достиг возраста 14 лет. Ему достаточно просто назвать фамилию, имя, отчет и контактный телефон. И через свой гаджет я провожу голосование. Буквально пару минут и выбор сделан. Зареченцы активно участвуют в определении городской территории, которая может быть благоустроена в 2022 году. Всего несколько дней осталось до завершения рейтингового онлайн-голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Карина Краснова отдала свои предпочтения зоне отдыха «Солнечная». Я смотрела проект. Мне показалось, что там будет очень уютно по вечерам гулять с друзьями или даже с семьей, проводить вечера с пользой. Онлайн-голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В нем уже приняли участие более 9,5 тысяч зареченцев. Большинство людей голосует за зону отдыха «Солнечная». При этом хотелось напомнить, что у нас там три территории, которые можно голосовать. Это зона отдыха «Солнечная». Это сквер за горошком. Это 225-я школа, вот этот район. И за домом мира 42, мира 54. Вот это там тоже необустроенный пустырь, который тоже вынесен на голосование. Поэтому всех жителей, которые не проголосовали, призываю проголосовать. Зону отдыха «Солнечная» выбрали около 68% проголосовавших на сегодняшний день. Это почти 6,5 тысяч человек. Более 20% зареченцев отдали свой голос скверу за детским садом номер 7. Внутриквартальная территория рядом с многоквартирным домом номер 42 по проспекту Мира пока отдано меньше всего предпочтений. Сделать свой выбор горожане могут самостоятельно на интернет-страничке 58.городсреда.ру или воспользовавшись помощью волонтеров. Работает 51 волонтер, значит, работают 4 точки стационарные, это ДК современник, МФЦ, Соломка и библиотека, а также работают волонтеры на предприятиях. Работают 4 волонтеры на предприятии «Поустарт». Можно сделать свой выбор, не отходя с рабочего места. Также в автотрансе, КБУ, в других учреждениях. 11-классница Анжелика Смородинова организует онлайн-голосование в своей родной школе номер 221. С ее помощью выбор территории для благоустройства сделали более 100 учащихся и педагогов образовательного учреждения. Все старшеклассники с пониманием относятся к голосованию. Когда я подхожу к кому-то, предлагаю проголосовать, все соглашаются, задают какие-то уточняющие вопросы, интересуются зонами. Только горожане определяют, какую территорию нужно благоустроить. Поэтому очень важно, чтобы в онлайн-голосовании приняли участие как можно больше людей. Волонтеры федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводят большую, важную для Заречного работу. Мы приходили в учреждения, мы информировали работников, родителей о голосовании, мы рассказывали им, какие есть объекты, что на этих объектах будет сделано. Штаб оперативный в досуговом центре «Ровесник» снабдил всех волонтеров кепками, плакатами, иллюстративным материалом, планшетами. И мы жителям города не на пальцах рассказываем, а показываем иллюстрации. И каждый выбирает для себя объект, который хотели бы, чтобы в нашем городе благоустроили. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов в рейтинговом онлайн-голосовании, будет благоустроена в 2022 году. Оставшиеся два общественных пространства могут быть приведены в порядок в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды в последующие годы. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заричный». Последние новости о коронавирусе. В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений, сообщила глава ФМБ России Вероника Скворцова на конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России». На этом же форуме, как сообщает Российское информационное агентство новости, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах нашей страны остается напряженной. Переломить ее можно только за счет достижения коллективного иммунитета с помощью вакцинации. В Заречном на данный момент профилактическую прививку сделали почти 5700 горожан. Свыше 4900 завершили курс вакцинации. Напоминаю, что записаться на антиковидный укол можно на портале Госуслуг, сайте медико-санитарной части номер 59, в многофункциональном центре и во взрослой поликлинике. И в продолжение темы. В России выявили наименьшее с 6 мая число заболевших COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Суточный прирост составил 7884 случая. 6 мая в стране было отмечено 7639 новых фактов заражения. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано свыше 5 миллионов 17,5 тысяч случаев заболевания. Выписаны по выздоровлению за сутки более 8700 человек. Скончались 393 пациента с COVID-19. С начала пандемии выздоровели почти 4 миллиона 633 тысячи человек. Число летальных случаев составляет 119 194. В Пензенской области суточный прирост составил 75 инфицированных. Число заболевших за все время превысило 46 800. Из них вылечились около 44 200 человек. 776 пациентов спасти не удалось. За минувшие сутки умерли трое мужчин и три женщины. В Заречном 25 мая подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом из числа ранее выявленных. И о происшествиях. Несколько человек пострадали в серьезном ДТП, произошедшем вечером 24 мая в Заречном. На перекрестке проспекта Мира и улицы 20-я дорога столкнулись два автомобиля. Подробности у Станислава Корякина. Помощь не только медиков, но и спасателей потребовалась пострадавшим в очередном дорожно-транспортном происшествии. Вечером 24 мая на перекрестке проспекта Мира и 20-й автодороги столкнулись Ауди и Лада Калина. Водители отечественной легковушки пришлось вырезать из покореженной машины, чтобы передать медикам. Пострадали также пассажир Калины и водители на марке. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя у нас получили телесные повреждения, были доставлены в медицинское учреждение. Водитель Ауди после осмотра от госпитализации отказался. Водитель Лада Калина находится сейчас в медицинском учреждении. И пассажир автомобиля Лада Калина, женщина 1968 года рождения, после осмотра сотрудниками медицинской помощи была отпущена. По словам очевидцев, водитель немецкого седана ехал по проспекту Мира со стороны центральной проходной в направлении улицы 20-я дорога. Водитель Калины совершал левый поворот с 20-й автодороги на Мира. Судя по тормозному следу, водитель Ауди пытался предотвратить аварию, но столкновений избежать не удалось. От почти встречного удара Ладу отбросило на обочину и на марку на противоположную сторону. Достоверные обстоятельства и причина ДТП будут установлены в ходе проверки. Все обстоятельства ДТП будут уточняться, материал будет собираться, потому что нюансов в ДТП много. Будем уже выяснять все обстоятельства. И когда уже будет позволять опросить водителей транспортных средств, мы будем также проводить мероприятия с ними. Пока точно известно лишь то, что Ладой Калина управлял водитель 1970 года рождения. За рулем Ауди находился мужчина 1989 года рождения. И оба они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Автомобили разбиты. Отечественную легковушку вряд ли удастся восстановить. Немецкий седан также сильно поврежден. С начала года в Заречном произошло уже пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. В результате этих дорожно-транспортных происшествий шесть участников дорожного движения пострадали. Из них двое несовершеннолетних. Они являлись пешеходами. После этой аварии сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают водителей быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Два зареченских ребенка пострадали в дорожно-транспортных происшествиях с начала года. С приходом теплой погоды на улицах и во дворах стало еще больше детей, многие из которых передвигаются на велосипедах, самокатах, роликах и т.д. О необходимости быть осторожными и соблюдать правила безопасности взрослым и юным зареченцам еще раз напомнит инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Кристина Шумская. Встреча в студии сразу после рекламы. Ну а пока к другим темам. Своеобразно отнесся к своему родительскому долгу житель Пензы, дети которого проживают в Заречном. Находясь в разводе с матерью несовершеннолетних, гражданин согласился присмотреть за заболевшим ребенком. Видимо, заскучав, отец нашел нетривиальный выход из ситуации и попал на скамью подсудимых. Рассматриваясь дело, нет у них ничего в голове, вообще ничего нет. Городская прокуратура поддержала в суде обвинения против жителя Пензы. В Заречном он подрабатывает, и здесь же у него проживают бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Судя по обстоятельствам дела, родительских чувств мужчина не испытывал. Меня что возмутило больше всего в этом уголовном деле, не проживая с семьей, не помогая нематериально, не выплачивая алименты, не имея никакой совести и нравственных принципов и морали, отбирают у малолетнего, малолетний ребенок, 7 лет или 8 лет ребенку, телефон идет продавать. А события развивались так. Женщина попросила бывшего мужа присмотреть за заболевшим ребенком и отлучилась. Отец решил скоротать время за бутылочкой горячительного. Он эту бутылочку выпил, мало показалось, еще сходил одну чекушечку взял, больше денег нет. Что делает? Забирает под предлогом у девочки телефон, который мама подарила ей, чтобы дочку не терять, и уходит продавать данный телефон. Добыть денег на добавку спиртного родитель не успел. Женщина, вернувшись домой, поняла, что к чему, и сразу же обратилась в полицию. Мать пришла с ребенком, написали заявление, его сразу же задержали, не успел он его продать. Данного гражданина осудили по 158-й первой, поскольку ущерб для нее был незначительный. Для мужчины это будет не первая судимость, но прошлые уже погашены. С учетом всех обстоятельств в дело суд назначил обвиняемому условное наказание. Приговор в законную силу не вступил. Ольга Сальникова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Зареченские девятиклассники сдали свой первый выпускной экзамен. Основной этап государственной итоговой аттестации стартовал испытаниями по русскому языку. Из пункта проведения экзамена Ксения Тризна. Термометрия и обработка рук антисептиком – обязательные процедуры перед входом в пункт проведения экзамена. Зареченским девятиклассникам предстоит проверить свои знания по русскому языку. Готовы? Готовы. Точно. Мы готовились целый год, как мы можем быть не готовы. В этом году девятиклассники пишут только два экзамена – русский язык и математику. Предметы по выбору сдавать не нужно. В рамках испытаний по русскому языку детям необходимо выполнить несколько типов заданий. Изложение, тест, сочинение. Как готовился, какие темы? Все темы, которые есть в тесте. Изложение, писал, сочинение, читал некоторые, которые могут быть. Сочинение считается одной из самых сложных частей экзамена. Это задание проверяет умение логично и грамотно излагать свои мысли, подбирать аргументы. Нужно написать по теме сочинения, на определенные их там достаточно много, они могут выбраться вообще в рандомном порядке. Ты должен дать определение, тезис и потом уже сформулировать опыт из своей жизни, но опыт разложить или жизнь литературы. И сделать вывод, конечно же. Это первое испытание, которое девятиклассники проходят в такой форме. Досмотр на входе, рассадка по аудиториям в соответствии с распорядком, раздача контрольно-измерительных материалов и специальных бланков. Бланки заполняются черной гелевой ручкой. Письменные принадлежности и паспорт – это все, что дети могут принести с собой в аудиторию. Сегодня можно пользоваться орфографическими словарями. Мы им их предоставили. Длится экзамен 3 часа 55 минут. Из-за требований Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции экзамен проводится в два дня. 24 мая задания по русскому языку выполнили ученики четырех школ. Девятиклассники оставшихся трех учебных заведений сдали ОГЭ 25 мая. По такой же схеме будут организованы и испытания по математике. Они состоятся 27 и 28 мая. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Пока выпускники сдают экзамены, юноши-десятиклассники приобщаются к армейской жизни. В «Заречном» стартовали традиционные военные сборы старшеклассников. За пять дней школьники успеют поддержать в руках оружие, пройти курс медицинской подготовки, побывают в войсковой части 34-73. К военной службе годен. Зареченские допризывники проходят импровизированный курс молодого бойца. С сегодняшнего дня у нас начинаются учебные сборы для юноши-десятых классов, для призывников наших зареченских школ. Во-первых, они направлены на завершающий курс по предмету ОБЖ. И, естественно, на сборах будет курс начальной подготовки военной. Во время сборов ребята пройдут интенсивную силовую, строевую, боевую и медицинскую подготовки. Навыки стрельбы продемонстрируют в городском тире. К сожалению, из автоматов ребята не будут стрелять. Уже какой год у нас это не проходит. Но я думаю, что из мелкокалиберной винтовки ребята посоревнуются. Военные сборы старшеклассников – важный этап подготовки до призывной молодежи к предстоящей службе в вооруженных силах. Эти пять дней дадут очень многое. Во-первых, ребята научатся дружить, поймут, что такое вооруженные силы, поймут азы вооруженных сил. С каждым годом все больше и больше ребят, девочек, выпускников наших школ поступают в высшее учебное заведение Министерства обороны, в МЧС. Основа, конечно, закладывается здесь. Любовь ко всему. Я хочу служить в структуре МЧС. Вот эти сборы, они помогут мне подготовиться к будущим сдачам, экзаменам. Это развивает во мне дух патриотизма. Ты кем хочешь стать? Я хочу служить в МВД. Спасибо. Для чего тебе нужны эти сборы? Понять, что это, к чему готовиться. Во время сборов ребята познакомятся с условиями жизни военнослужащих и военной техникой. Для будущих защитников Отечества откроют свои ворота войсковая часть 34-73. Ольга Сальникова, Денис Дубицкий. Телерадиокомпания «Заречный». Юные зареченцы поздравили школу «Росатома» с юбилеем. Ребята приняли участие в конкурсе художественного творчества, посвященном десятилетию корпоративного образовательного проекта. Детям предложили создать рисунки, плакаты, почтовые марки и открытки на праздничную тематику. На конкурс было представлено 205 работ юных творцов в возрасте от 5 до 18 лет. Участников разделили на три возрастные группы. В каждой определили победителей и призеров. Авторов лучших произведений наградили на торжественной церемонии в департаменте образования. Почтовые открытки, победившие в конкурсе, отправили организаторам проекта школы «Росатома» в Москву. Увидеть рисунки ребят могут все жители Заречного. Основная масса рисунков выставлена в стеклянной витрине магазина «Планет канцелярия» на площади Ленина. И их еще все желающие горожане могут посмотреть. И часть рисунков мы оставили здесь, себе, в департаменте образования. Лето – город-безопасность. Что делать, чтобы летний сезон не обернулся трагедиями на дорогах? Об этом через несколько минут. Неделя детства в магазине «Светофор». «Беговел» – 1262 рубля. Скейтборд «Стрит-арт» – 370 рублей. Заречный, улица Индустриальная, 17. Не чуешь, чем пахнет? Кушать вас буду. А хочешь, чтобы тебе всегда было и сладко, и приятно, и тепло, и светло, и вкусно? О, хочу. Тогда тебе жениться надо! Да? Да! Ку-ку! Производство Чепецкого механического завода. Росатом приступил к строительству четырех энергоблоков в Китае. Российские атомщики прочипируют носорогов Африки. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжаются. Мы возвращаемся в нашу студию для того, чтобы поговорить о безопасности детей летом. И сегодня вместе с нами в студии инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристина Шумская. Добрый вечер, Кристина! Здравствуйте! Итак, Кристина, наступает период летних каникул. Наверное, для сотрудников ГИБДД это достаточно такая жаркая пора. И какие основные опасности подстерегают молодое и юное поколение на дорогах города вот в это время? На что нужно обратить в первую очередь внимание? Ну, наверное, самое главное, мы обращаем внимание на велосипедистов. Дети с велосипедами – это особые участники дорожного движения, потому что они практически все свое свободное время проводят сейчас на улицах, во дворах жилых домов. А при управлении велосипедом, самокатом, во дворе жилых домов очень много припаркованного транспорта и доставляет это неудобство как водителям, так и детям. При беседе с детьми в учебных заведениях мы им рассказываем, где можно кататься, как управлять велосипедом, на что необходимо обращать внимание. Также обращаемся и, в принципе, к родителям через видеообращение, на родительские собрания ходим. Также напоминаем про ответственность за нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними. И также родителей призываем к соблюдению правил дорожного движения, потому что в первую очередь дети всегда всю информацию впитывают от своих родителей и берут с них пример отрицательный либо положительный в зависимости от ситуации. Кристина, вот если говорить о родителях, в первую очередь, наверное, все-таки действительно, ну не в первую, может быть, очередь, но не менее важно, да, вот эту работу, эту разъяснительную работу с родителями проводить, потому что очень часто замечаешь, что родитель вместе с ребенком просто спокойно переезжает через пешеходный переход на велосипеде, да, там, допустим, не останавливаясь, не спешиваясь. Вот такие случаи частые у нас бывают? Бывают такие случаи, если они попадают в зону видимости сотрудников госавтоинспекции, инспектора проводят разъяснительную работу. Мы через средства массовой информации, да, также доносим основные положения правил дорожного движения, ответственность за нарушение правил переезда, да, по пешеходным переходам. Другое дело, если, например, родители показывают детям, как надо делать и как делать нельзя. Здесь вот две такие тонкие грани, когда родители сами понимают, какие последствия могут быть за нарушение правил дорожного движения и рассказывают об этом своим детям. А когда родители сами нарушают и не рассказывают об этом детям, и дети уже в дальнейшем без их присутствия также нарушают правила дорожного движения. Очень опасный такой момент, когда у нас тротуар пересекается с выездом с жилой зоны. Здесь вот этот вот участок дороги также является аварийно опасным, потому что, опять же, повторюсь, что во дворе жилых домов очень много припаркованного транспорта. И когда велосипедист у нас до 14 лет проезжает по тротуару, у него получается так, что он не замечает движущиеся транспортные средства, которые либо выезжают со двора, либо, наоборот, заезжают во двор. И этот участок местности мы должны переходить спокойным ровным шагом и, опять же, убедиться, что нет поблизости приближающихся транспортных средств. Здесь, наверное, еще особая ответственность и особая внимательность требуется от тех водителей, которые, собственно говоря... Водителям тяжело, сейчас скажу сразу, потому что детей сейчас на улицах города очень много. Не всегда они смотрят на дорогу. Очень много нарушений связано с переходом, когда несовершеннолетние переходят в проезжую часть и при этом активно пользуются телефоном, наушниками. И когда водители, например, подают звуковой сигнал, дети порой не реагируют. С этим мы тоже сталкивались, проводили беседы. Но я, опять же, повторю, что дети ссылаются на своих родителей. Кристина, насколько серьезна сейчас проблема других транспортных средств? Да, ведь помимо велосипедов дети, подростки активно используют смокаты, гироскутеры, еще какие-то вот такие вот мобильные средства. У нас сейчас активную популярность набирают средства индивидуальной мобильности. Объясню, что это к ним относится. К ним относятся у нас ролики, самокаты, электросамокаты, скейтборды, моноколеса, сигвеи, гироскутеры. Лица, которые управляют средствами индивидуальной мобильности, относятся у нас к пешеходам. И согласно правилам дорожного движения, они у нас передвигаются только по тротуарам, и дорогу переходят только по пешеходному переходу в пешем порядке. То есть при переходе проезжей части они обязаны спешиться и перевести, либо перенести в зависимости от ситуации. И опять же не стоит забывать про средства индивидуальной защиты, что в случае падения основные свои части тела мы должны обезопасить. Это шлем на коленнике, на локотнике, перчатки. Был такой вопрос интересный, а как быть тем, кто на роликах? Им нужно разуваться? Здесь вот небольшой такой, такая поправочка, да, но не всегда те, кто на роликах, берут с собой смену обувь. Здесь мы их как бы разуться не можем заставить, но меры безопасности они должны все выполнить для того, чтобы не попасть под колеса транспортного средства. С разгона не надо выезжать. Да, потому что на роликах, ну вы притормозите перед пешеходным переходом, убедитесь в своей безопасности, после этого уже начнете движение. Но по сути, если с тротуара на скорости ехать, ну и тут автомобиль по дороге едет со скоростью, и может произойти несчастная ситуация. Кристина, если говорить вот о детях, которые выходят на улицы, насколько часто встречается такая проблема по переходу, железнодорожному переходу? Мы понимаем, что в городе у нас нет железных дорог, да? В городе у нас нет, но стоит здесь отметить, что у нас некоторые несовершеннолетние проживают в поселке Монтажный, и порой они добираются домой самостоятельно. Хоть у нас и есть школьный автобус, который довозит детей до определенного места, у него есть свой маршрут, но тем не менее ситуации бывают разные, и дети бывают задерживаются в городе, да, и они возвращаются домой самостоятельно. Вот, чтобы не происходило неприятных ситуаций, в принципе, как к несовершеннолетним сейчас, да, обращения, так и ко взрослым, железнодорожные пути мы переходим только в обозначенных местах, либо по, ну в случае, если в поселок Монтажный надо собрать, да, то здесь мост, там есть пешеходное ограждение, пожалуйста, передвигайтесь по мосту спокойно, безопасно. А что касается наземных пешеходных вот этих переходов, здесь не стоит забывать про безопасность, должны убедиться, что в зоне видимости нет транспортного средства, да, поезда, либо каких-то стоящих вагонов, потому что они ограничивают видимость. И в местах, где разрешен переход именно через пути, там установлены таблички «Переход через железнодорожные пути». И не стоит забывать, если вы идете вдоль железнодорожных путей, то не менее пяти метров от края. Это то, что касается пешеходов, но, насколько я понимаю, есть некие изменения и в правилах для водителей, которые пересекают железнодорожные пути. Да, у нас не так давно внесли изменения в статью 12.10 Кодекса об административных правонарушениях, и там у нас правила переезда через железнодорожные пути. Если раньше административная ответственность за данное нарушение была в размере 1000 рублей, то сейчас составляет 5000 рублей. На это водителям стоит тоже обратить внимание, потому что нарушение правил проезда железнодорожных путей есть. В городе за пределами у нас также железнодорожные пути есть. И те, кто ежедневно выдвигается в город Пензу на работу, да, Ахунский переезд часто бывает закрытым. И некоторые водители в последний момент пытаются проехать. Но здесь уже может быть нарушение, если в зоне видимости будет поезд. Кристина, ну и последнее, вот в связи с тем, что приближается вот этот летний период, да, период каникул, будете ли вы как-то усиливать свою работу по безопасности именно детей на дорогах города? Ну, по безопасности детей у нас проходит сейчас профилактическое мероприятие «Внимание, дети». У нас усилено несение сейчас службы, вот в последние дни перед каникулами. И также в первые дни каникул сотрудники госавтоинспекции будут, опять же, нести усиленную службу, да. И мы проводим разъяснительную работу как в жилых домах, в школах города, с родителями на родительских собраниях, через видеообращения, через средства массовой информации. И по средствам СГУ работаем, записи предоставляем. И транслируются они как в доп. образовании, да, в учреждениях, так и в местах с массовым нахождением граждан. Спасибо, Кристина. Очень верю, что и родители, и дети, и водители, и пешеходы отнесутся очень ответственно к своим обязанностям, к безопасности дорожного движения, потому что все-таки это, наверное, от каждого участника дорожного движения зависит. Просто от каждого, и, опять же, повторюсь, дети, непредсказуемые участники дорожного движения, их мысли и действия предугадать очень сложно, как они поведут себя в той или иной ситуации. Ну и для родителей, наверное, самое важное – это жизнь и здоровье наших детей, чтобы дети знали и могли себя безопасно и комфортно чувствовать на улицах нашего города. Спасибо большое. У нас в гостях была инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД по городу Заречному Кристина Шумская. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале Заречной. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова